Кови-19 может влиять на работу мозга и даже стирать память. Таким выводом пришли учёные. С ментальными нарушениями вследствие болезни сталкиваются далеко не все. Но примеров достаточно, чтобы расширить список осложнений нового вируса. Данным вопросом детально занимаются учёные США. Об этом в программе «Вечерний хэштег» рассказала профессор из Вашингтона. Это вывод врачей, которые работают в самых разных странах и которые сообщают о различных неврологических симптомах у пациентов. Многие из этих симптомов касаются снижения нормальной деятельности мозга, в том числе снижения памяти, снижения резерва внимания, способности концентрации. Прежде всего, это происходит не со всеми. То есть мы не говорим о том, что это общее состояние. Но те люди, которые страдают от такого состояния, они его получают во время заболевания. И затем им кажется, что они могли бы уже это состояние стряхнуть с себя, выздоравливая. Но тем не менее, какие-то другие симптомы уходят, а этот симптом остаётся. Опять же, далеко не у всех, только у некоторых людей. Но это симптом очень тревожащий, потому что из-за него люди не могут полностью вернуться к нормальной профессиональной деятельности. То есть они как бы по формальным показателям здоровы, температуры у них нет. И работать они в состоянии, им нужно выйти на работу. Но они плохо помнят, что им там именно на работе нужно делать. И это касается именно таких профессиональных маленьких вещей. То есть они помнят всю общую конвой. Если вы с ними будете разговаривать, вы не догадаетесь, что у них какие-то проблемы с памятью. Но в острых ситуациях, когда им нужно принимать какое-то профессиональное решение или быстро реагировать, оказывается, что они реагируют либо слишком медленно, либо они просто забыли какие-то важные аспекты того, что они должны делать каждый день.